Крылья. Автор Микор Валикс. Она стояла посреди комнаты, грустно смотрела на белые красивые крылья, лежавшие на полу и не знала, что делать дальше. Это были самые настоящие крылья, которые раньше позволяли ей летать. Они упали. Да, так бывает, когда женщина становится нелюбима, когда она как и кажется, никому не нужна, когда вокруг только пустота. Она теряет крылья. Процесс очень болезненный, долгий, особенно если это были большие крылья, очень большие. А у нее были именно такие. Она продолжала стоять посреди ее пространства, закрыв от боли глаза и стисну зубы. Очень жалко было расставаться с прекрасным полетом, который она испытала. Невозможно даже рассказать, как ей было хорошо тогда, как легко и божественно. Какое это было счастье. Она еще раз взглянула на них и и стала небрежно запихивать ногой под кровать, пытаясь избавиться таким образом от воспоминаний. — Ты что творишь? Разве так можно? — раздался за спиной голос. — Это же крылья! Старик наклонился и начал суетиться около кровати, куда она затолкала крылья. — Ты что делаешь? Как можно? Ну как так можно? — продолжал он прочитать, доставая крылья из-под кровати. — Это же твои крылья! Давно я таких больших не видел. Смотри, какие они красивые! Это был старый и мудрый ангел. Длинные седые волосы его сливались с такой же седой бородой, а за спиной были такие же старые, как и сам хозяин крылья. О нем мало кто знал даже там, в небесной канцелярии, потому что не положено всем знать о том, кому велено беречь чужие крылья. Надо сказать, профессия хранителя крыльев очень редкая. Да, и мало востребованная в наши дни. Все чаще люди сами избавляются от крыльев, не жалея о них, и не спрашивают на то разрешение абсолютно ни у кого. Обычная история — сначала крылья нравятся, ими гордятся, и любуются, им радуются, а потом они просто начинают мешать. С ними неудобно в повседневной жизни. Работа старика заключалась в том, чтобы помогать тем, кто не хотел расставаться со своими крыльями. По тем или иным причинам это все-таки у них происходило. «Зачем они мне теперь? Они потеряны!» — вздохнула она. «Ну как же так можно?» Старик продолжал охать и ворчать. «А вдруг они тебе еще понадобятся, а ты их ногами не понадобятся?» — отрезала она, и слеза побежала по щеке, обжигая ей кожу. «Да откуда ты знаешь?» — возмутился старый ангел. Он отряхнул крылья, расправил их и залюбовался. Очень красивая. Очень. Ну что ж теперь. Послушай, девочка, я много повидал на своем веку. Я видел, как люди сначала долго и слезно выспрашивали у Господа крылья, а когда получали, сразу же безжалостно их уничтожали. Носить крылья, как у Бога, летать долго и высоко — это очень трудно. Я наблюдал за тобой все эти годы. Тебе Он отдал свои самые нежные и самые красивые. Ты парила в небесах. Тебе было очень хорошо, и я радовался тому, как это у тебя здорово получается. Потом я начал замечать, как ты теряешь высоту. Что-то пошло не так, видимо. Я бы вмешался, да это не входит в мои обязанности. Мне нельзя, милая. Прости. Я очень боялся, что ты потеряешь крылья прямо в полете и разобьешься. Поэтому был всегда рядом, чтобы подставить свои и спасти. Но ты очень сильная. Ты умница. Даже на разбитых крыльях изнемогая от боли, ты сумела долететь. Я хочу попросить тебя — сбереги их. Не ломай, не выбрасывай и никому не отдавай. Ухаживай за ними, чести и не забывай любоваться. Придет день, девочка моя, и они тебе обязательно пригодятся. Верь мне. А сейчас пообещай, пожалуйста, что будешь хранить их. Но как же я узнаю, что я снова могу летать? Ты почувствуешь. Ты поймешь. Ты сможешь. Я знаю. Надо только подождать. Придет день, и все изменится. Ты взлетишь еще выше. Я тебе обещаю. Возможно, меня уже не будет рядом, чтобы тебе помочь. Я очень стар. И моя работа становится никому не нужна. Но такие крылья просто так не отдаются. Обещай мне, что сбережешь их. А когда сумеешь взлететь, обещай, что не потеряешь высоту и не разобьешься. Обещаю.